Дружеские связи с ландшафтным арборетумом Миннесоты вот уже 10 лет поддерживает только один российский ботанический сад. В рамках своего визита Юрий Наумцев целый месяц провел в Америке, где обменивался опытом работы, читал лекции, участвовал в заседании Международного совета ботанических садов США. Мы договорились о том, что ландшафтные арбореты университета Миннесоты будут выращивать посадочный материал тех сортов, которые они получили у себя, селекция которых направлена на холодостойкость, то есть на перенесение, в том числе и наших русских суровых зим. Весь вопрос будет заключаться только в том, как мы технически сможем получить этот материал. Американские садоводы селекционируют растения в просторных лабораториях, после чего сеянцы пересаживают в такие тепличные комплексы. Правда, увидев условия, в которых содержатся растения в Тверском саду, американские коллеги просто не поверили своим глазам. А в таких условиях у нас в холодное время года выращивают саженцы. В этой импровизированной теплице совсем немного места, поэтому здесь помещается не более 600 сеянцев. Необходимые условия поддерживаются кустарными способами. Например, эта кастрюля с водой на горелке создает определенный уровень влажности воздуха. Не меньше американцы удивились посещаемости Тверского ботанического сада. Более 15 тысяч человек прогуливается тут за год, то есть по 7,5 тысяч на гектар. В Миннесоте на такую же единицу площади посетителей приходится значительно меньше. Зарплаты русских и американцев также отличаются, только в другой пропорции. Все 15 сотрудников Тверского ботанического сада за год зарабатывают столько же, сколько директор из Миннесоты в месяц. Находиться в пристройке деревянной, к чужому дому, с печным отоплением, туалетом на улице, отсутствием водопровода, канализации, центрального отопления, газа. Это, скажем, и в этих условиях, тем не менее, скажем, наши сотрудники, даже научные, они собирают потрясающие коллекции. В нашем маленьком саду содержится больше растений, то есть видов растений, нежели у американцев в огромном арбарете. Так и приходится сотрудникам одного из лучших российских ботанических садов топить печку в пристройке старого деревянного дома. Единственный подарок от городских властей размером в 10 тысяч рублей на 230-летие сада – естественно, капля в море. Недавно здесь обвалилась стена, но, несмотря на это, тверские садоводы продолжают ежедневно трудиться. Ольга Софийская, Сергей Федотов, ТВ-центр.